Папа Франциск действительно демократ, монах и аскет. Живет в пансионе для священников в Ватикане, а не в папском дворце. Питается в общей столовке. Ездит на простецком форде-фокусе. Носит часы Касио. Папские одежды из шелка, отороченные горностаем, больше не в ходу. Папа носит белую хлопчатобумажную сутану и активно борется с коррупцией. Добавим, что церковь в этом плане не отличается от прочих человеческих институтов. Там также боятся аудита, как и на одесской таможне. Напомню также, что предшественника Франциска звали Папа Прада за ярко-красные дорогие туфли. Франциск действительно не таков. Но думается, что запомнится он не только этим. Трудно поверить в то, что он наконец разрешил католикам разводиться. Неужели это возможно? Формально он не разрешил развод как таковой, а облегчил процедуру аннулирования браков. Без аннулирования католики, которые разводятся и снова вступают в брак, считаются прелюбодеями и не допускаются к причастию. Католическая церковь формально запрещает развод. Однако супруги могут попытаться доказать, что их брак никогда не удовлетворял требованиям церкви. Аннулирование брака было запутанным дорогим и долгим процессом, который был недоступен многим католикам. Реформа вводит ускоренную процедуру аннулирования, если оба супруга не имеют возражений. Но и это еще не все. Неужели можно представить себе еще что-то? Я даже не знаю, куда дальше. Папа Франциск разрешил священникам отпускать грех аборта. Решение будет действовать на время внеочередного так называемого юбилейного года, в ходе которого допускается возможность особого отпущения грехов. Так что добро пожаловать 21 век, господа католики. Суть всех этих революционных изменений заключается в том, что Франциск пытается принципиально изменить образ католической церкви. Вместо церкви запрещающей, карающей, понтифик хочет видеть церковь сострадающую. При этом Папа Римский не боится высказывать свое мнение на многие спорные вопросы в католичестве. Например, он считает, что гомосексуалистов следует не подвергать дискриминации, а напротив, интегрировать в общество. Понтифик подтвердил позицию римско-католической церкви, которая признает однополую любовь греховной, но не гомосексуальную ориентацию как таковую. Кроме того, в отличие от своего предшественника, ярого консерватора, Папа признал справедливость научных теорий сотворения мира, теорию эволюции и теорию большого взрыва. Он подчеркнул, что существующие научные теории возникновения жизни вовсе не противоречат учению церкви, а даже нуждаются в нем. Тут, знаете, есть своя логика. Господь Бог устроил большой взрыв, а Вселенная расширялась дальше уже в соответствии с законами физики. Удивительно примеряющее учение.